Джами Али, игрок команды Outsiders, бывшая Virtus. Pro. Они прошли в плей-офф чемпионата мира Rio Major 2022. Я решил взять интервью у любимчика на бразильской сцене, он им здесь очень нравится. Возможно, это из-за сходства с Иисусом. Кто знает. Мы уже общались с Жекой два года назад у него дома в Питере. И за это время у него изменилось очень много чего. К примеру, носки. Поддержите ролик лайком, если вам нравится такой формат. И в таком случае я продолжу ловить игроков на такие короткие интервью. Привет. Здравия желаем. У меня есть вопросы. Очень много вопросов. Давай начнем с публики. Слышали ты толпу во время игр? Аудитория очень громкая. Нет, не слышу абсолютно. Я слышу гудения. Я в таких наушниках играю крутых, которые играют Cloud9 тоже. Которые им посвятовал Kine и всем нам посвятовал. Суперсекретные. В них ничего не слышно. И даже подсказки типа звуков каких-то из толпы. Идет, спина не идет. Никогда я не пойму. Только могу послушаться своих тиммейтов, которые могут мне подсказать что-то. Но это только в клатчах работает. Не работает, когда там 5 в 5. Ну, если ты пользуешься подсказкой. Ну, у других таких наушников нет. И они слышат толпу. Но они слышат немного. Я не скажу, что они все слышат. Там, во-первых, разные вертолетки, которые в студии и на сцене, они разные. Там они как будто бы лучше и сидят лучше. Ну, в целом, вот это гудение слышно на фоне. Но звук все равно во время игры перевешивает. А если взять игру на стадионе и вне стадиона, где тебе комфортнее играть? Блин, ну, конечно, вне стадиона комфортнее. Ну да, типа, меньше давления, меньше стресса. Удобнее тебе настраивать. То есть все упирается в эти мелочи с проводами. Там другой провод. Он как бы резиновый, и он тебя тянет вниз. Приходится его там устанавливать скотчем, что-то такое делать. А на подсобке, где мы играем, там как бы все уже изучено. Мы там уже карт 200, мне кажется, играли. И ты уже спокойно туда садишься, как обычно дома. Благодаря чему вы прошли на мажор? Ой, на мажор говорю. Благодаря чему вы прошли на плей-офф? Мы очень жестко играем в Counter-Strike. Минимум топ-8 команды в мире по итогам мейджора данного. Поэтому ничего суперсекретного нет. Просто мы жесткие. Относительно, конечно. Но может и пожестче в этом турнире будут. Но посмотрим. Ты чувствуешь, что ты можешь играть еще лучше? Я чувствую вообще. Я знаю свой потенциал. У меня есть новая система оценки своего индивидуального скилла. И я по ней как бы прогрессирую от дня ко дню. То есть я пытаюсь набирать. Но это очень тяжело делать. Но с моей методикой, которую я составил на этот мажор, она вроде себя оправдывает. На ДМе, на Сюрфе. В двух словах не описать. Это слишком тяжелая вещь, которую я только на YouTube-канале с вами могу с вами людям рассказать. Я видел уже твою рекламу на 100 тысяч зрителей. Просто ты пришел на английский, пообщался и внял рекламу. Прекрасно. Не забывай новое YouTube-видео. После трех дней из Рио и мои эмоции, с моей командой, мы поговорим об этом. Чем отличается мажор у Бразилии от других? Ну, кроме того, что он в другом континенте. Ну, во-первых, люди говорят на португальском. Во-вторых, они очень эмоциональны и топят, как на футбольных стадионах. И это не может не радовать, потому что это супер вайбово, наверное. То есть я прихожу в этот огромный ангар, где все это происходит. И когда они там гудят, идет игра, ты это слышишь по всему ангару. То есть это безумие какое-то, к которому Киберспорт еще не готов. Ну, никто что не готов, не привык, что так люди болеют. Люди любят тебя, кем бы ты ни был. Они захотят в автограф. То есть они тут живут КС-ом как будто. Что сделал Fallen с КС-ом в Бразилии, это, наверное, что-то невероятное. То есть люди тут прям фанаты. С каким мажором ты можешь сравнить эту поддержку? Может быть даже не с мажором, просто с турниром. Да я никогда не чувствую. Только на Бласт Москов, где мы играли. Серьезно, в Москве было прям... Нет, было не так. Но хотя бы люди поддерживали. Обычно нас же никто не поддерживает. Ну, как бы на нас всем плевать. Все хотят, чтобы выиграл Ника. Ника за его, кто там еще там, Астралисы. В Европе, когда играешь. А турниров домашних мы не так много играли. И тот же финал Бласт Москов против Фарзов играли. Поэтому это, наверное, один из... Одну игру я сыграл из 12 или 11. Бест Сапонин против Спирит. Вот тут люди поддерживали. Поэтому очень круто. Ну, ты помнишь... Ну, ты вообще не слышал то, что когда выигрывает Спирит, все молчат, когда выигрывает Спирит... Нет, вообще не слышал. Это хорошо, наверное. Ну, для меня я кайфую от этого. Потому что это, знаете, как в клипах или рекламе. Где ты такой надеваешь наушники, и реально ничего не слышно. А потом ты выигрываешь, снимаешь их, и все, ты уже не на мираже. Да, ты в каком-то безумии. Не знаю, вулкане. ЛСП. Это в Италии. Аномалия. Да. Как песочные часы. А? Как песочные часы. Да. Спасибо. Какие команды тебя удивили больше всего? Круто, что Фурия вышла. Но не удивило, наверное. Да не знаю. Фрезы удивили. Хотя Леха сказал, что они 0-3 проиграют. И они проиграли. Но он сказал, что ты врохал. Но в итоге не врохал. Бэт Ньюс Иглз. Ну, как будто я не сказать, что они были... Мне удивили Фрезы, что они типа Вертиго оставляют. Играть против Бэт Ньюс Иглз. Что-то непонятное. То есть, на самом деле, Фрезы с 0-2, по моим ощущениям, стандартно свою игру могли сыграть. Это все, Б1 же. Там люди не глубоко готовятся и так далее. В БСФ3 у них были все шансы, если бы они не перемудрили. Как будто бы. Но, с другой стороны, я не знаю, что там у них. Какая кухня, поэтому... Как тебе грузинская кухня? Грузинская кухня? Я не могу разделить, на самом деле, кухни. Но для меня это просто кавказская кухня. Чуть-чуть там знаю плов из Азбекистана. Какое-то там некоторые блюда астинские знаю. Например, астинский пирог. А грузинский... Хачапури грузинская? Хачапури грузинская. Вот крутое. Хачапури люблю. Если ты вспомнил про Узбекистан. Где ты сейчас, Санжи? Санжи, он... Вы общаетесь? Мы вообще не общаемся. Я не общаюсь с своими тиммейтами. Когда ты взрослый, ты не общаешься на постоянке ни с кем, кроме мамы, жены, девушки. Там, может, какого-то близкого друга и то. Поэтому наши пути вообще максимально разошлись. Но он недавно выкатывал анонс, что он хочет вернуться в киберспорт. Поэтому любая команда ССНГ, у вас финалист мейджора просто есть с большим опытом. Если меня смотрят владельцы организации, присмотритесь, Санжи. Ну да, это человек глыбок КС. Чем пока тебе запомнился этот мажор? Я болел 10 дней, мне было плохо. За какую команду? По здоровью. И вот он мне запомнится этим. Какой-то он не на фулл силах у меня, а он прямо опустошенный. Но с другой стороны, это же все-таки мейджор. И мы играем реально 11 игр уже. Не, ладно, ка-1, 9 игр. 9 игр, да? А, нет, игр больше. 9 побед. У нас 9 побед из 12. А еще мы проигрывали. То есть там больше. И как бы опустошение, оно все растет-растет. Но с другой стороны, я просто хочу играть дальше. То есть есть ощущение того, что я хочу сейчас зайти на сервер и поиграть в КС. На прошлых мажорах такого не было. На прошлых мажорах я прям в хлам был опустошенный и без души. Неужели поддержка влияет? Да, мы один матч сыграли. На сцене. А, боже, один матч всего. Да, точно. Но поддержка все равно есть. Но она не на сцене, а такая всеобще. Мне кажется, что я выкладываю ролики, люди проникаются в команду и как будто с ней этот период живут и болеют сильнее, чем если бы мы просто в сторисах писали фотки 3-1, 2-1. Я решил купить коврик и заполнить его всякими автографами про игроков с этого чемпионата мира. Но не себе, а именно вам. Я его буду разыгрывать. А как именно я буду разыгрывать, я расскажу об этом в своем телеграме. Ищи его в описании этого ролика. Где ты сейчас останавливаешься? Где ваш буткемп? В Ереване планируется буткемп. Приезжай в Грузию. Есть возможность, что я туда приеду. Но маленькая. Но в Батуми там у моей жены родственники, может, какие-то есть. Поэтому шанс есть. Шанс есть. Я тебе встречу. Тебя здесь очень сильно любят бразильцы. Как думаешь, почему? Что ты делаешь для этого? Во-первых, я мем. И мемы все любят. Поэтому это очевидно, что меня любят. Но, с другой стороны, мне это благодаря их медиа-личностям и игрокам, которые обо мне хорошо отзывались. И в такой своеобразный портрет хорошего человека. Или смешного. Или человека, который не знаю, за что людей любят. Но создали какой-то портрет, который фанатам и зрителям нравится. И они поэтому поддерживают. Ты говорил в прошлом интервью, что ты поменяешь имидж. И ты считаешь, что как Моргенштерн надо делать так. Почему ты не имеешь имидж? Поменял же. Штабны? Носки. Просто новое. Ну, потому что, ну, я, может быть, ты имел в виду про организацию? Ну, блин, это всегда это возможно. Но я просто поменял имидж, например, я общаюсь с аудиторией по-другому теперь. По-другойству? Да. Скажи слова, которые ты уже выучил. Абригада, Вамос, Бразил. Минимум три. Для гражданства нужно сколько? Для гражданства это достаточно. Мне кажется, в Бразилии можно получить. Как тебе новый игрок Wonderful в Team Spirit? Сложно было ли играть против него? Да, я постоянно играю против Зайву, там кто еще. Ну, короче, крутых типов монстров. И как бы, ну, есть Зайву, Монесси, это типа монстры, которые на кнопки сильно нажимают. Но Вандерфул он хорошо на кнопки нажимает, поэтому нормально как. Я на ДМ играл он вчера со мной. Основная причина вылета в Face 03? Ну, и мне повезло, что Cloud9 на 2-3 как бы вышли, и как бы первая игра Cloud9 раз, потом второй матч с кем у них был. И Cloud9, потом Vitality, и потом Bad New Eagles? Ну, вот, как бы, основная причина это соперники, я считаю. Ну, то есть, по факту их выиграли сильные команды, которые Vitality, мне кажется, пройдут, если им не дадут там Na'Vi, еще кого-то. То есть, нормальные команды средние дадут, которые на бумаге они должны выиграть, они пройдут, как обычно. Cloud9 неприятные 0-3-0, Vitality неприятные, это Best of 1 еще. И Best of 3, Bad New Seagull, все равно неприятные. Они играют свой КС, который рассчитан на индивидуалку, стрельбу, подпушить, и они все хорошо стреляют. И Фейзы, на самом деле, контролировали всю игру, просто чуть им не хватило. И в случае на то, что они еще и Vertigo пикают. Но это, типа, с одной стороны, я уже говорил, что за фигня, зачем так передумывать. Но, с другой стороны, ничего не понятно, как они к этому отнеслись. И поэтому, мне кажется, соперника очень сильно зарешали в этой ситуации. Ты же вкушна, что сейчас 4 тысячи зрителей на мажоре, но уже в флей-оффе будет 15 тысяч. 20 уже? Ну, мне говорили, что 20 будет. Это просто нечто. Я хочу на это посмотреть, я рад, что я буду быть свидетелем. Ты будешь играть, на тебя будут смотреть. Ну да, круто. Круто. А это самый большой стадион во всех? Нет, это я не знаю. Мне кажется, да. Мне кажется, да. Хотела ли бы ты играть против Фурия в флей-оффе в первом же матче? Пока мы не знаем. Мы с ними не будем никак играть, потому что мы не 2-3, а 2-3 дадут. В первом матче не будем, но в полуфинале есть вероятность. Супер, супер. Кто самый удобный противник для тебя в флей-оффе? Таких противников вообще нет, потому что это мажор. В прошлый раз у нас был Виталити, Хероики. И все команды сейчас конкретно могут рассчитывать на победу на этом турнире. Сейчас нету номинатной команды, поэтому любая команда может в мажоре в флей-оффе как и стрельнуть, так и АБА. 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 Как потратишь деньги с призовых? Да. Там очень мало, ребят. В этот раз прям насыпало маловато. Мы же контендер. И призовые там не так, чтобы много. Поэтому... Ну, куплю себе штаны, например. Для изменения имиджа. Да, я хочу себе поменьше на L-ку, это XL. Да, ты уже ходишь в три года в них. Нет, другие. А, другие. Ну, конечно же, меня. Но имидж-то один, но штаны-то разные. Я в джинсах хожу серых в три года. А еще дай мозг. Меняю, конечно. Да, вы снимали с тобой интервью. Ну да, это круто, я очень удобно. Подожди, а мы не составили предикшен на плей-оффе? Давай. Давай составим. Ну, там такой... Я бы не смотрел это. Да, я бы тоже не смотрел. Да, тут мне надо высосать из пальца, типа, суперинтересно что-то сказать. Да, высосывать пальцы не надо. Давай обращаться. Давай. Джейм, спасибо большое за интервью. За такое короткое интервью. А может быть длинное, я не знаю, сколько это получилось. Но очень длинное. А длинное? Может быть, отдельным роликом вообще бы опубликовать? Ну, конечно. Ладно. Спасибо тебе большое, Джейм. Давай. Удачи тебе в Лоффе. И напоследок, я должен сказать кое-что своим зрителям. Прям... Всем привет, ребята. Не забывайте подписываться на мой канал. И на телеграм и инстаграм парней. Ваша поддержка очень важна. Смотрите, куда мы вместе с вами дойдем. Всех обнял. Целую. Передаю слово владельцу канала. Спасибо, что передали слово. Всем пока. И спасибо за подписку и лайк этого ролика. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok